Самый точный и подробный макет Ильинской церкви хранится в школьном музее 12-й школы. Храм стоял на Ильинской площади. Именно здесь при церкви в начале 20-го века появилась мужская церковно-приходская школа на более чем 100 человек. При советской власти церковь взорвали, а площадь переименовали в Красноармейскую. От Ильинской церкви осталось, конечно, реально очень мало. Но нам удалось, вы знаете, даже найти камни, когда откопали Красноармейскую. Мы залезли, это реальное... А это от мостовой, да? Нет, это от фундамента Ильинской церкви. Конечно, мы мечтаем кирпич найти из него, когда церковь разломали, из него сделали клиническую больницу. Школа осталась и по сей день. В музее чутко хранят историю ее создания и место, на котором она стоит. 12-я школа знаменита своими выпускниками. Здесь учились герои Советского Союза Александр Ямщиков и Федор Сафонов, чье имя и носит теперь школа. Это была первая школа в Российской Федерации, которая была присвоена званием Героя Советского Союза при его жизни. От истории к современности школа рассчитана на тысячу учеников. К зданию пристроили новый корпус. Это не только новые классы, но и спальни для самых маленьких учеников, своя школьная типография и спортивные и тренажерные залы. Их обустройство оценил глава администрации города Олег Фурсов и уже сделал замечание по качеству работ. И по окнам тоже, видите, та же тема, вот как их открывать. Вот ребята будут здесь зимой заниматься, батареи больше, чем положено даже, да, три батареи, они достаточно сильно будут разогревать, плюс физические упражнения, дышать будет здесь нечем. Вы думаете, вентиляция не справится? Не справится. Но карантинные сроки еще есть у департамента строительства с заказчиком. Тут в основном проблемы с приточкой, понимаете, вот приточку я не вижу, это все вытяжка. После экскурсии глава администрации встретился с работниками образования, руководителями школ и детских садов. Именно от этих людей зависит, какими вырастут сегодняшние малыши и подростки, отметил Олег Фурсов. А в руках горожан – будущие Самары в целом. В сентябре предстоят выборы в районные советы. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Глава администрации объяснил собравшимся суть реформы местного самоуправления. Самое главное, чтобы люди были настроены на то, чтобы город менялся, на то, чтобы люди представляли, еще раз подчеркнув, трудовые коллективы, могли спокойно и смело смотреть им в глаза, принимать то или иное решение, отстаивая интересы непосредственно своего коллектива, своего микрорайона, своей территории. Олег Фурсов также рассказал о направлениях работы, на которых сейчас сосредоточен муниципалитет. Большое внимание оказывается закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог и благоустройству города в целом. Глава администрации сообщил, что начата работа по восстановлению турбаз, находящихся на территории Самары. Предполагается, уже в следующем году большое число жителей сможет отдохнуть и оздоровиться, не выезжая за пределы области. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. 379 незаконно постоянно.